Всем привет! С вами Светлана. Сегодня я вам расскажу о книге, которая добиралась до русского читателя не одно десятилетие. Вы ее уже можете видеть. Вот она. Это Шардик Ричарда Адамса. Ричард Адамс английский писатель и российскому читателю он известен своим циклом о злоключениях кроликов, обитателей холмов. Я про кроликов не читала и о Шардике впервые узнала из цикла Стивена Кинга «Темная башня», где, отдавая дань уважения автору, Стивен Кинг использовал образ Шардика как одного из хранителей луча, с которым встречается главный герой цикла Ролан. Сам Адамс говорит, что из всех своих романов больше всего он любит именно Шардик. Роман вышел в 1974 году и вот спустя 42 года, наконец-то и мы можем окунуться в мир Бекландской империи. В сравнении Шардику постоянно ставят Средиземья Толкина, но я тут, пожалуй, не соглашусь, да и отнести сам роман к жанру фэнтези можно лишь с большой натяжкой. Роман гораздо ближе к философской притче о становлении человеческого духа. По смысловой наполненности и философскому подтексту для себя лично я поставила этот роман в один ряд с романом Генрика Сенкевича «Кама Гридеши», так как в обоих романах тема веры и религии занимает не последнее место. Если в двух словах, то Шардик рассказывает нам о Боге и о его пророке, где в роли Бога выступает медведь Шардик, а в роли пророка охотник Кельдерик. Но о таких романах в двух словах не говорят, потому что книга дает огромный материал для размышлений и рассуждений. Действие романа разворачивается на просторах Бекландской империи, вернее на тех осколках, что от нее остались. Маленький северный островок Артельга приютил бывших хозяев империи, которые свои жадности и алчности не только не завоевали новые территории, но и умудрились растерять свои. Бывшие угнетатели оказались на месте тех, кого они сами угнетали. Естественно, что такое жалкое положение их не устраивает, и они только и ждут удачного момента, чтобы вернуть себе столицу империи Беклу. Но кто ждет этого удачного момента? Простой народ? Вряд ли. Простому народу чаще всего хочется, чтобы его оставили в покое. Но ведь простому народу можно пообещать благ побольше, страданий поменьше. А лучше всего показать им Бога и отправить сражаться во славу Его имени. Именно это и происходит с артельгийцами. Религия артельгийцев основана на вере в Бога-медведя. И за появлением его нового воплощения следит особый орден, который возглавляет жрица, называемая Тугиндой. И, возможно, именно Тугинда могла бы стать настоящим медвежьим пророком, но первым медведя находит охотник, который славит в своей деревне слабоумным и недалеким. Кельдерик и принимает на себя роль Божьего пророка. Он искренне верит в своего Бога, но, как часто это бывает, жизнь истинно верующего полна боли и страдания. Но, естественно, что охотника Кельдерика не оставят один на один с Богом Шардиком. Всегда найдутся те, кто пошустрее, порасторопнее, и умеет повернуть любое событие в свою пользу. Под знамя Шардика собирают толпу простонародья, голодную, безоружную, безнадежную. Толпу, которую можно отправить на заклание, прикрываясь волей Бога. На долю Кельдерика выпадает весь спектр испытаний, но, возможно, именно благодаря этим страданиям и боли, жизнь нашего героя обретает смысл. Начав простым скромным охотником, Кельдерик, признанный Шардиком, обретает уверенность в себе, становится религиозным жрецом и обретает уже самоуверенность и гордыню. Поддавшись обещанным соблазнам, превращается в верховного владыку и работорговца. С вершины падает вниз, и вот он уже изгнанник. Ему придется очень многое переосмыслить, прежде чем он найдет свое место в мире. Кельдерика ждет долгий путь через всю империю, но не столько из одной точки в другой, как путь внутри самого себя. Охотник узнает много нового не только об окружающем мире и людях, но самое главное о себе самом. В своем романе Адамс во главу угла ставит не Бога, а человека, исследует то, как влияет на него осознание своей избранности, причастности к чему-то высшему, как религия, а вернее ее использование влияет на человека и народ в целом. Автор рассуждает о любви, чести, долге, о целях и средствах их достижения и о границах поступков, которые совершаются ради веры. В романе почти нет фэнтезийных элементов, никаких чудес в нем не происходит. Несчастный медведь, выбранный на роль бога в страхе и ужасе, пытается уйти как можно дальше от людей, скрыться от них в лесах, но допустить самовольного продвижения медведя уже нельзя. Насильно направляемый людьми, которые не верят в его божественную сущность, трясущийся от страха и болезней, медведь не вызывает никаких других чувств, кроме жалости. О каких знамениях может идти речь, когда все, что пытается бедное животное сделать, это выжить? Но если очень надо, то знамения можно разглядеть и в полете мухи. Кому-то может показаться, что роман написан тяжело и где-то даже скучно. Автор вовсю пользуется приемами древнего эпоса. Действие романа развивается очень медленно, постоянно отвлекаясь на, казалось бы, ненужные, ничего не несущие описания и подробности. Пишет спокойно, без лишних эмоций и терзаний. Да, героям плохо. Да, здесь у нас кровавая битва. Но посмотрите, как великолепно, чуть откинув голову и озаряемый лунным светом, выглядит барон. На мой взгляд, эту книгу не возьмешь нахрапом. Автор не желает, чтобы вы прочитали ее в один присес. Он вынуждает вас читать медленно, вдумчиво, постоянно возвращаясь к прочитанному. На эту книгу нужно обязательно настроиться и влиться в ее ритм. Да и разбираться с тем, был ли медведь на самом деле Богом, вам придется самостоятельно. На этом я буду заканчивать. Обязательно пишите, читали ли вы Шардика, читали ли вы Обитателей Холмов, нравятся ли они вам, потому что я в ближайшем будущем все-таки планирую ознакомиться с этим циклом. Всем спасибо за внимание, всем пока!